С нами на связи Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей Маратович, приветствуем вас в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, студент. Сергей, ну расскажите нам, да, вот как вы видите то, что сейчас происходит на разных участках, соответственно, где сейчас наиболее горячее направление, ну и в дальнейшем уже продолжим. Ну и вспомним и о операции вооруженных сил в Курской области, ну и также, знаете, поговорим о возможном участии непосредственно в качестве живой силы со стороны Северной Кореи. Но для начала ваш анализ того, что сейчас происходит на фронтах в Украине. Если в очень общих словах, то мы сегодня говорим о непрекращающихся попытках штурмовых действий российских оккупантов на различных участках фронта. Я хочу сделать акцент именно на штурмовых действиях, то есть речь не идет о каких-то масштабных наступательных операциях, речь идет именно о той тактике вдавливания, пропихивания через наши позиции, которые противник на сегодняшний день использует на различных участках фронта. Ну вы абсолютно правильно заметили, что на Купинском направлении мы отмечаем относительно активизацию противника. Была отчаянная попытка прорваться к населенному пункту Синькола, который является пунктом, находящимся на берегу реки Оскол. И для нас он является очень важным пунктом снабжения, потому что фактически задача противника ясна. Они пытаются отрезать нашу группировку, которая ведет бои на левом берегу Оскола от основной группировки войск. В последнее время удалось сдержать противника на этом направлении, но они как бы не успокаиваются и продолжают попытки штурмовых действий, в частности в районе Часов-Яр. Последние дни операции противника там активизировались, и не имея возможности штурмовать наши позиции в лоб, они пытаются их обходить, сосредотачиваться в посадках, в развалинах зданий, и таким образом продолжать наступательные действия в таком достаточно экстенсивном темпе, то есть с расходом огромного количества личного состава, с ограниченным использованием техники, кстати, что тоже свидетельствует о таком штурмовом характере действия ограниченными группами пехоты. Противник также пытается отчаянно прорываться в районе Торецка. Мы наблюдаем ситуацию, когда ведутся достаточно серьезные и очень интенсивные боевые действия непосредственно в городе. Нужно отметить, что для украинской армии они исключительно невыгодны, потому что мы не можем использовать там маневр вооружения, маневр огнем, поэтому эти бои носят такой затяжной характер. На Покровском направлении было относительно затишье определенный момент, но оно было связано не с тем, что противник устал, а с тем, что ему необходимо было перегруппироваться. И начиная с 13 октября мы наблюдаем попытки противника продвинуться дальше в районе Мирнограда. Ну и противник не оставляет своим вниманием. Кураховское направление, несмотря на то, что ему там тоже необходима пауза для перегруппировки войск, они продолжают давление, то есть давление огнем, использование кабов, артиллерии, минометов не прекращается. Что говорит о том, что в ближайшее время говорить о каком-то снижении именно активности относительно штурмовых действий не приходится. Ну и относительно новым, но для нас не новым, у нас как бы этот район всегда отличался достаточно высокой интенсивностью боевых действий, относительно новым для нас стало обострение ситуации на так называемом Бердянском направлении или попытки противника возобновить активные боевые действия в районе бывшего Времевского выступа, где они пытаются вести штурмовые действия. Но цель этих действий абсолютно понятна. Не имея достаточного количества ресурсов, там задача этих действий состоит в том, чтобы отвлечь украинские войска от возможности переброски резервов и ресурсов на другие более горячие направления, такие как Купянская, такие как Покровская и Кураховская. И в общем-то мы и наблюдаем такие боевые действия, но они опять же не носят характер какого-то масштабного наступления. То есть с очень большой долей вероятности, если я имею право высказать свое осторожное мнение, мы наблюдаем, что противник постепенно выдыхается до того момента, чтобы он вообще остановил наступление еще достаточно далеко. Но мы видим уже эти объективные признаки усталости и необходимости остановиться. Тем более мы прекрасно понимаем, что с приближением распутиться ни о каких масштабных наступательных операциях речи идти не будет. Вот Сергей Миратович, кстати, хочу уточнить, почему сейчас у них, я так понимаю, возникла необходимость оттянуть силы обороны Украины от более горячих направлений. Вот с этим связана активность некоторая на вердянском направлении. То есть они утрачивают сейчас наступательный потенциал, у них меньше стало людей. С чем это связано? То есть мы опять же помним, как некие им ставили дедлайны по захвату Покровска. Видим, что в который раз эти дедлайны не оправдались, не смогли все-таки путинские захватчики его планы реализовать. Я так понимаю, что тут вот этот какой-то цитнот у них, либо с резервами проблема. Почему вот именно сейчас эта необходимость у них возникает? Вы знаете, вы абсолютно правы. То есть они пытаются достичь каких-то результатов, но они испытывают острый недостаток. И в личном составе, как это дико не звучит, с позиции, например, наших ребят, которые обороняются. Но тем не менее мы видим, что противник бросает в бой все, что может. Они испытывают недостаток вооружения и боевой техники, потому что последняя статистика говорит, что на поле боя все чаще и чаще появляются артиллерийские системы М-30. То есть это системы, это гаубицы, которые используются еще во Второй мировой войне. Что, в общем-то, тоже снижает несколько возможностей российской армии. И как это странно не звучит, что боевой потенциал российской армии тоже объективно снижается, потому что можно иметь колоссальный объем ресурсов, но не иметь возможности их превратить в действительно боевой потенциал. И давайте не забывать еще один важный аспект. По-разному мы не относились к Курской операции. Есть те, кто ее критикуют, те, кто впадают в эйфавирию. Но на сегодняшний день будем объективны. Курская операция оттягивает на себя примерно 50 тысяч войск. То есть это примерно то суммарное количество резервов, которое Россия имела на начало, в общем-то, этой Курской операции. То есть мы таким образом выбили из-под России такую, знаете, возможность наращивать свои боевые группировки нескончаемым потоком и высоким темпом вести штурмовые наступательные действия. То есть они сейчас уже ограничились, в общем-то, такими тактическими попытками прогрызть ситуацию. Я не говорю, что она упростилась ни в коем случае. Ситуация сложная, очень сложная и в некоторых участках драматическая. Но говорить о том, что за этим стоят какие-то большие планы для этой кампании уже не приходится. То есть я как бы упоминал еще такое понятие, как просто физическая усталость как наших войск, так и войск противника. Они тоже не роботы, они тоже устают. Сергей Маратович, по поводу ситуации в Курской области, вы уже отметили, ну и мы видели сообщение о том, что противник пытается проводить наступательные операции. Вы уже отметили и количественный состав оккупационной армии в живой силе. Ну окей, если мы говорим о том, что путинскому режиму проще набрать, скажем так, под штык определенное количество людей, но их же нужно чем-то обеспечить для того, чтобы, знаете, как там, решать подобные вопросы, которые ставятся перед этой армией, по освобождению того или иного региона какой-то дате. Мы видим, что эти рамки постоянно смещаются. А по поводу обеспечения, да, и техникой, бронированными машинами и так далее, и так далее, да, что нам известно по этому поводу, по состоянию вот на сейчас. Вы знаете, нужно сказать так, что не нужно недооценивать противника, то есть противник имеет достаточно серьезное ресурсное обеспечение, то есть он может себе позволить обеспечивать войска, но именно на том уровне, чтобы вести именно такой характер боевых действий, иметь такой характер боевых действий. Я уже упомянул скользь о том, что отмечаются изменения как бы качественного состава артиллерии Российской Федерации. Мы видим определенные ограничения в использовании авиации, то есть несмотря на варварское, я бы сказал, такое очень интенсивное использование управляемых авиабомб, противник боится заводить самолеты в зону, где они могут быть уничтожены системами противовоздушной обороны украинской армии. Мы видим уже такие, знаете, очень начальные, повторяю, очень начальные признаки того, что противник испытывает трудности с обеспечением серьезными или тяжелыми видами вооружения, то есть, ну, например, при формировании некоторых дивизий мы отмечаем отсутствие такого обязательного понятия, как танковый полк, то есть в дивизии из пяти полков нет ни одного танка. То есть есть четыре пехотных, причем, подчеркиваю, не мотострелковых, а именно стрелковых полков, и отсутствует танковый полк. Мы отмечаем серьезную изношенность систем залпового огня, и по данным некоторых исследователей, по разным типам противника осталось примерно от 16 до 20% того, что у него, даже 14 по некоторым видам, до 20% того, что они имели на начало широкомасштабного вторжения в 2022 году. То есть массой людской, и, в общем-то, они этой массой давят, то есть наличием стрелкового оружия, они могут не подавлять их, а продвигаться в нашу сторону. Но говорить о каких-то сверхвозможностях, то есть танковых колоннах, ну, это уже, по-моему, история. Противник сейчас ведет очень аккуратную работу, даже, знаете, обратил внимание на то, что противник использует такие вещи, как танки, обшитые дополнительной броней и обшитые дополнительными, как мы говорим, их кроватями, грилевыми решетками для защиты от дронов. Да, оно защищает от дронов, но это серьезно снижает боевую эффективность танка, превращая его фактически в средства доставки. Что тоже является, как бы, таким косвенным признаком того, что противник испытывает определенные сложности с вооружением и боевой техникой. Но, опять же, определенные сложности не означают, что завтра способность наступать противника иссякнет. Они в эту отчаянную попытку, знаете, ну, позволю себе невоенный термин, введывают все возможности, подобно тому, как алкоголик пытается получить дополнительное какое-то удовольствие, кайф, если я могу так сказать, от того, что он делает, то есть пропивая последнюю рубаху. Здесь примерно такая же ситуация, но, опять же, мы не можем недооценивать противника. Они виртуозно подстраиваются, они изменяют свой тактический характер действий. И ситуация остается очень и очень напряженной. Сергей Вратович, и в завершении нашего разговора также хочется услышать несколько слов, ваше мнение о том, что на сторону российской армии, да, по сути, сейчас могут стать северокорейские военные. Очень много сейчас об этом говорится. Вот насколько этот фактор может привнести, скажем так, изменения в течение боевых действий. Возможно, мы можем сделать выводы, какие направления будут приоритетные для российской армии, для переброски этого резерва, то есть это Курщина, либо это все-таки более горячие участки фронта в Украине, на украинском фронте. У нас несколько минут остается, попрошу вас коротко. Друзья мои, давайте успокоимся по этому поводу, потому что нужно понимать следующее. С точки зрения военной бюрократии, что значит перебросить контингенты? То есть нужно перебросить полностью командную структуру, систему обеспечения, логистики, поддержки и так далее и тому подобное. Это, мягко говоря, невероятный шаг. То есть если мы говорим именно о каких-то северокорейских подразделениях и воинских даже частях, то возникает вопрос, а кому они будут подчиняться и как они будут подчиняться. Поэтому если мы говорим о возможности использования, и это не вызывает никакого сомнения, если меня спросят, есть ли северокорейские подразделения на территории Российской Федерации, ответ утвердительный – да. Но на сегодняшний день это подразделения, которые занимаются обеспечением эксплуатации ракетных комплексов и, возможно, других систем вооружения и боевой техники, которые поставляются из Северной Кореи. Есть ли вероятность того, что мы встретим представителей Северной Кореи в боевых порядках российских войск? Подчеркиваю, именно в таком формате – да, безусловно. Специфика диктаторских режимов состоит в том, что они используют такой формат боевых действий, как так называемые добровольцы. Добровольно или принудительно, но эти добровольцы могут оказаться на фронте. Но они будут действовать в боевых порядках именно российских войск. Поэтому говорить о том, что северокорейский фактор является каким-то значительным фактором, изменяющим правила игры на фронтах Украины российской войны, нет смысла. Это так же примерно, как мы раньше говорили, давайте вспомним 22-й год, когда говорили о сотнях и тысячах сирийских боевиков, которые будут участвовать в войне против Украины. И где они? И их нет. Сергей Маратович, спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим Сергея Грабский, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.